Создать стартап несложно, но превратить его в реальный бизнес и выстоять в борьбе с конкурентами — задача на миллион. И решение есть. Битва стартапов. Приньера. Субботу в 11.00. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот прям самая мощная, да. Мощная, как отдышка у кальянчика, аж голова кругом. Мощная, как изжога от печеночных котлет, когда три пачки соды сожрал, все равно не помогает. Вот такое у нас мощное шоу. Кстати, ахламоны, у меня у одного жизнь резко изменилась после того, как у нас мощное шоу появилось, а? А как у тебя жизнь изменилась, дядь Паш? Да меня аж как по телеку показали, сразу девять женщин, которых я в жизни ни разу не видел, на меня в суд на алименты подали. Так а если ты их ни разу в жизни не видел? Что ты переживаешь? Да, Рыжий, посмотри на мою внешность, а? Лицо круглое, лысые, щеки висят. Вон, младенца рядом подносишь, похож. Не переживай, дядь Паш. Не ты один из-за нашего шоу пострадал. Вон я на УЗИ пошел, а у меня, оказывается, в почках камень с кулак. А при чем здесь шоу? А где я, по-вашему, взял деньги на УЗИ, а? Всем приветик. Я сначала думал, твой камень вышел. А это Валдис. Хотя, посмотрите, а? Хоть на кого-то наше шоу хорошо повлияло. А при чем тут шоу? У меня просто двоюродный дядька из оркестра помер. Хотя, подожди, может, и из-за шоу, а? Меня ж по телевизору показывают, а его нет. А зависть – это такая штука. Она ж даже сильнее, чем изжога от печеночных котлет. Да, Валдис, что ты, балбес, а? Стой, молчи. Давайте лучше напомним зрителю, о чем наше шоу, которое изменило нашу жизнь. «Русская дорога» – это шоу про нашу большую страну. Нас 140 миллионов, и все мы разные, но ситуации, в которые мы попадаем, одинаковые. Вот, например, плакать над турецким сериалом может и домохозяйка из Тамбова, и мастер спорта из Махачкалы. Остаться на второй год может и школьник из Нальчика, и заключенный из Саранска. Продавать убитую «Газель» может и водитель маршрутки из Пятигорска, и сторож Армавирского зоопарка. В общем, в нашем шоу мы будем показывать номера, понятные всем жителям нашей страны. Это «Русская дорога». Мы начинаем! Офис крупной компании – рабочий день человека с самым идеальным резюме. Антон Борисович, вызывали? Это же Сережа Воробушек! Мой самый ценный сотрудник в этом здании, а? Как если бы Месси за крылья Советов играл. Наш колдинг, он как рубль, а ты как Набиулина. Ты один его тащишь. Мне даже мать за всю жизнь столько хорошего не говорила. Ну а как тебя не хвалить? У тебя же вот в резюме написано. Выпускник математическо-биологического литературного факультета Гарварда. Сверхсекретный сотрудник НАСА случайно придумал биткоин. И все это после Пензенского машиностроительного колледжа. Я прям так написал, да? Да. Ну, значит, правда. Ну, не буду же я вас обманывать, чтобы просто у вас работать и хоть как-то закрыть эту ипотеку в Биберево. Антон Борисович, а давайте я папочку заберу вот эту навсегда и пойду на свое теплое, заслуженное местечко. Подожди, подожди, Сереж. Я что тебя позвал-то? У тебя в резюме написано, что ты полиглот и владеешь 12 языками. 12? Это я прям 12 написал? Не 5-3, да? А 12-10, да? Ну, да, это так. И ты справда. И ты справда. Ну, вот и отлично. Просто сегодня к нам в офис приходят иностранные инвесторы, которые готовы вложить в нашу компанию 1 миллиард долларов, представляешь? И ты мне нужен как переводчик. Выручишь? Да. Надеюсь, там белорусы? Хотя откуда у белорусов 1 миллиард долларов? Шутишь, да? Да там не белорусы, там китайцы. Китайцы? Да. Ну, у тебя же в резюме написано, что ты 7 лет жил в Пекине. Именно поэтому у тебя китайские одежда и телефон. Конечно. Конечно. Только поэтому цена тут ни при чем. Фобо, Хюндай, вот. Ну, вот и отлично. Ну, все, я тогда пойду. До завтра. А вот и они. Сегодня. С Богом. Давай. Люкенг, дзюдо и третий. Нихао. О, нихао. О, нихао. Короче, сорвалась сделка, да. Там какой-то... Там какой-то сбой на производстве. Там то ли Годзилла, то ли цунами. Я сильно не понял, да. И все это в одной фразе? Ну, у них емкий язык. Или вы мне не доверяете? Я вообще-то вон Гарвард заканчивал. А это могут быть и буряты. О, Гарвард. I speak English. О, он, походу, английский знает. О, вы, походу, тоже. Давайте я тут так сбоку постою просто, да. А вы сами там договоритесь. Все, всякий мякий чик-чирик понеслась. Не-не-не-не-не. Ты что, Сережа, подожди. Я из английского знаю только Джек Дэниелс и no Ties. Я за две недели в Турции только это говорил. Поэтому надо выручать. У тебя ж в резюме написано, что ты помогал с произношением Дэвиду Бэккому. Дэвидику. Угу. Ну, I'll be back. Грэнт Литтон, Блиттон, Линкен Парк. Давай. We are ready to buy company today. In the shortest possible time. Possible time. Не time, possible time. Да. Короче, мутные они какие-то, Антон Борисович. Постоянно оскорбляют вашего брата. А откуда они знают про Ваню? Не знаю. Сейчас прошу. Литтл, Бриттл, Симпл, Димпл. Про Ваню? О, Мани. О, Мани. Да, точно. Деньги. Говорят, купят его, как дешевку. Да что они себе позволяют? Согласен. Фак и бит, соси кирпич. Создатели ковида. АПЛОДИСМЕНТЫ Че это? Я не знаю Может не надо Так, подожди Сережа Ну вот же русским по белому написано Что мы отдаем им акции А они отдают нам деньги Которые идут в мою новую дачу и в грудь моей жене, то есть фонд нашей компании. Фонд нашей компании. Да, да, да. Ты мне что, напереводил-то? Да, Антон Борисович, просто у китайцев непонятный английский интеллект, он такой чуть-чуть... Диалект? Я ж на одну букву ошибся только чуть-чуть. Ты что, еще и русский не до конца выучил? Ладно, признаюсь, да, честно говоря, немножко приврал в резюме. Во-первых, я Стас. А во-вторых, ну не знаю я английский, не знаю. Можете мне зарплату только на английский понизить? Я другие учил, итальянский, например, да? Я не договорил. Я не сам язык учил, я только слово учил. Итальянский. Я раньше говорил, итальянно как, 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 а сейчас, видите, итальянский, итальянский. Мне прямо учить его пришлось, да? А вообще, я в совершенстве знаю испанский. Ох, я тебя удалил. О, блядь, си испаньяля. Да блин, вы, уроды, полиглоты. Вы могли русский выучить сразу. Ну вы ж знали, куда вы едете. Ну что надеяться? Ну ты же мог. Ты же мог, а? Мог же ты. Сережа. Сережа, ты не Стас, ты Антон, как я. Только я Борисович, а ты штопанный. Скажи честно, ты же не знаешь иностранных языков. Честно, нет. За всю жизнь, кроме русского, имел дело только с говяжьим. Ну давай, вывози как-то это все. Уважаемые чайновцы, чайновчане. Чайновчане. Произошел проблем. Увидимся tomorrow. Вот very excuse me, правда. И в качестве ссоры мини-презент. Купон футкорц. Остренько. А, да, молодец. Да? Ну что, ушли довольные, ну? Ты понимаешь, какой это залет? В передаче беременно 16 так не залетают, как ты сейчас. Мне придется тебя уволить. Да ну а что вы от меня хотели, а? Сейчас по-другому на работу не берут. От тебя в 17 лет требуют 10-летний опыт работы и магистратуру. А я просто инженер. А вы же сейчас просто инженеров не берете? Вам же нужен там веб-инженер, IG-инженер, инженер-эльф. Не знаю я, какой кэжел на работу носить. Я вообще не знаю, что такое кэжел. Может, это родинка вот эта волосатая, которая. Зато я знаю, как дом построить по кирпичикам, который пиздацким не станет через месяц. Но, видимо, вам такие не нужны сотрудники. Сережа, Стас, ребята, подождите. Да, действительно, ты прав. Мы не часто обращаем внимание на резюме простых работяг. Но я готов это исправить. Не скажу, откуда деньги. Но совсем скоро мне надо будет построить дачу. Я хочу, чтобы эту дачу для меня построил именно ты. А вы прям там жить будете, да? Пошел вон! Я понял, я понял, я понял. Друзья, сейчас обращаюсь к мужчинам. Если ваша жена думает, что пятерка Пентакли – это новый вид джигулей, то вам очень повезло, потому что она ни разу не была у торолога. Представьте себе, семейная пара пришла на прием к такому специалисту. Лизочка, пойдем домой, мне очень плохо. Зато вчера тебе было хорошо, да? Пришел домой три часа назад пьяный, трубки от меня не брал. А сейчас мы узнаем, чем ты там на корпоративе занимался. Да что там узнавать? Я как всегда пришел, сел один-одинешенек в уголочек, и тихонечко так, спокойненько, чуть до клинической смерти не ужрался. Сереж, еще один уменьшительно-ласкательный суффикс, и я тебя убью, а? А тебя сейчас так несет, я сейчас вместе с тобой захмелею. Ты что про внешнюю политику Байдена думаешь? Ой, Лизонька, трезвей. Твою мать, Валера, что ты приперся сюда? Сколько раз тебе говорить? Еще раз увижу, прокляну. Ой, это я с мужем общалась. С умершим. Здравствуйте, мы... Я сама. Ко мне пришли? Да. Сереж, ты видел? Она меня как открытую книгу читает. Рада представиться. Потомственная ведунья в первом поколении. Чернокнижница. Экзотерик-торолог. Инженер транспортных конструкций. Аделаида Лунная. Очень приятно. Я Лиза. Это мой муж Сережа. Я знала, что вы придете. У вас видение было? Нет, вы мне час назад звонили. Точно. Ну, рассказывайте. В общем, Аделаида, тут такое дело. Мой муж, собака вот эта сутулая, Вчера гулял на корпоративе. И ничего не может вспомнить. Вы не могли бы там по картам посмотреть? Он мне как изменял? Сильно или слабо? Ммм, случай тяжелый. Игорь, неси колоду! Вот. Держите, моя госпожа. Больно на свету стоять. Можно я в подвал пойду? Иди. Ну, сейчас мы все у колоды про вашего мужа и узнаем. Дуйте на колоду. Теперь поздоровайся с колодой. Здравствуйте. Теперь представь мужа колоде. Это Сережа. Сразу новость плохая для тебя. Какая? Ты ведома и тупая. Ой. Ну что, начнем расклад? Начнем. Королева кубка. А это же вылитая ваша главная бухгалтерша. Она ж вон даже бухает тоже кубками. А главное, на тринадцатую зарплату сделала себе вот такие пентакли, чтоб чужих мужиков соблазнять. Вторая карта. Дурак. А вот это вот ты, Сереженька. У тебя же даже вон карта дурака есть. Лиза, если бы не ты, у меня вообще бы этой кредитки не было. Закрой рот, а. Ну и третья карта. Колесо фортуны. А вот так же называется забегаловка, где у вас вчера корпоратив был. Я все поняла, я не дура, Сереж. С детьми будешь вон теперь, только по субботам видеться. Ничего, что я их отчим. Поехали дальше. Слушай, карты говорят, что никакой измены не было. Правда? Конечно, правда. Лиза, ты же мне оберег от измены купила. Сереж, перестань называть вельветовые брюки и рубашку с люрексом оберегом. Подождите. Говорите как есть, не жалейте меня. Карты говорят, что Сергей мученик он. Давно бы миллионером стал, если бы не она. Та, кто давит его постоянно. Кто она? Кто она? Кто это? Да кто, кто? Мать твоя, кто же еще? Кто же? Ладно, Сереж, может уже пойдем, а? Твою зарплату на мои хотелки потратим. Нет, 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 продолжайте. Вот, смотрите, она ему как будто крылья обрезала. Да. И на цепи и держит. И мимозу с сайрой на ночь рубануть может смело. Лиза. Лиза, Лиза. Понятно, что Лиза. Вы откуда про мимозу с сайрой-то узнали? Так ты же на колоду дула. А-а-а. А вот и король жезлов, а? Измена в тот день была, но не со стороны Сергея. Король жезлов? А я думаю, что тебе так права быстро вернули? А-а-а. Идем дальше. Карта повешенного. Э-э-это что такое? Это что такое? А эта карта значит, что если Елизавета вожжи своей не ослабит, то так вы и останетесь жить в нищете. Никогда не узнаете, что такое капсулы для стирки. Яйца будете покупать только С2. А-а. Я все вижу. Непрофессионалка. Кто, я? Да. Да там, где братья Шепс учились, я преподавала. Понятно? Короче так, Сереж, я жду тебя в машине. Ну, Маринка, спасибо тебе, а. Ну ты талант. Я не знал, что наша крановщица, а. Ну а такой просто актерский талант, а. По тебе мельпомена плачет, Маринка. В смысле? А что это я актриса? Это реально моя вторая работа. Я правда по картам раскладываю. Ну ладно, ладно, хорошо. Главное, что мы Лиску вразумили. И ты так классно про эту измену придумала, а? Да ну ничего я не выдумал. Ну объективно. Она припарковалась в супермаркете в районе Карпов. Ей бы права по-другому не вернули. Ты чё? Лиза, Лиза! Друзья, представьте, обычный скромный девичник закончился в обезьяннике. И так в отделении полиции. Хотела же спокойно отметить. Без девичников, караваев, выкупов этих ваших вонючих. Ну да, теперь без выкупа точно никуда. Всё, я всё решу. Мужчина, причина задержания. Распитие спиртных напитков, порча имущества и угроза сексом сотруднику при исполнении. Так, ну меня понятно за что. А их? А? За то, что мы не заплатили в стриптиз-баре? Нет. Это из-за того, что вы из обычного бара сделали стриптиз-бар. Блин, лучше с подружками в караоке сходила. Ой, я знаю, чем заканчиваются ваши караоке. Понапеваетесь, подерётесь и спалите его к чёртовой матери. Скучно. Такой девичник наутро забывается, да? Ни хрена себе у тебя жизнь была, что ты такие девичники наутро забывала. Я тебе больше скажу, я вчерашнюю ночь так фрагментарно помню. Фрагментарно? Это тётю Лену вчера в трамп-пункт привезли. Мы, между прочим, вчера праздник с ней начинали. Ну что, мама, довольна? Ага. А, так вы вдвоём родственники. Нет, мама — это кличка. Ну, конечно, родственники. Я так и понял. Давайте восстановим хронологию событий. С чего всё началось? А с чего всё началось? На, посмотри, всё есть в телефоне. Это я прям наверху шеста. А-а-а. Ты, пожалуйста, напомни, что я потом этот телефон почистила. Да этот телефон надо не почистить, а сжечь и пепел над океаном развеять. Не могут быть похороны телефона — пафосней похорон деда. Так, продолжим, родственнички. Это кто с вами? А я официантка. Это я полицию вызывала. А как вы тут оказались? А, так вы же всех вот забирали, кто у сцены был. И вот вы меня случайно забрали тоже. Простите, ошибочка вышла. В смысле? А чё так можно было? Это, товарищ, как вас там? А я тут тоже по ошибке. Нет, женщина, вашу грудь я видел. А как челюсть ломается, видел? Нет. А мою грудь? Нет. Правильный ответ. Так, короче, тетя Свет, Ань, завтра в 10 на сборах невесты. Назад. Ну ты, Кристина, конечно, балда. Ты зря после девятого класса на парикмахера пошла учиться. Я теперь даже не знаю, что тебе делать. Ну если только Гудвину. За смелостью? Ну хотя бы читала. Так, кто тут у нас? Свадебная ОПГ, да? Товарищ милиционер. Я полицейский. Какой вы полицейский? У вас на лице написано, что вы милиционер. Давай так. Я тебе сейчас три фамилии назову. Ты скажешь, на кого ты больше всего похож. Смотри, значит. Махони, Дредд и Дукалис. Мама, хватит. Не, я согласен. Дукалис такой, который молоденький, посвежее, да? Который этот. Я дурак, бросай оружие. Товарищ полицейский. За что вы нас задержали? Когда вы нас отпустите? Впустите потерпевшего. Еще и потерпевший. Ничего себе. О! Здрасте. Ренатик, а я думала, ты с этого шеста никогда не слезешь. Ты прикинь, на нас кто-то заяву написал. Да это я написал. Я им номер отработал. Ну, стриптиз танцевал, а они не заплатили. А мы что, Олимпийский комитет Молдовы? Мы за старания не награждаем. И какой ты стриптизер-то? Он этот, сантехник. Да это образ, я стриптизер. Товарищ милиционер, это мы потерпевшие. Из него стриптизер, как из вас полицейский. Так, женщина. Хватит всем профессии отменять. Не, ну реально. Ну посмотрите на него. Он же больше похож на этого. Фу, мужчина у вас из пакета текет. Все, хватит. Закончили этот балаган. Будем составлять протокол. Да, товарищ полицейский, дайте я хотя бы мужу позвоню. Он приедет, все здесь решит. Да он так и решит, мы тут четвером будем сидеть. Да? Давай тогда мам, папе позвоним и все расскажем. Дуча, а ты с каких пор стукачкой стала? Ну давай расскажем. А он не поверит, мы ему такую историю на Новый год рассказывали уже. Анечка, Анечка, я как узнал, я сразу прилетел. Опять здесь? Ой. Тебя такими темпами коронуют скоро. Че пришел тогда? Так этот он сорвался из бани, а я че дурак там один оставаться, платить за все. Мы с ним еще даже не родственники. Так, подождите, а кто вы? А это почти мужья. В смысле почти. Ну вот смотри, вот это будущий муж моей бывшей дочки, ну стукачка, которую вы помните, да? А вот это вот мой будущий бывший муж. А че это я бывший? А ты когда меня в камере увидел, у тебя рожа отчасти чуть не треснула. Друзья, друзья, что случилось? Товарищ майор. Я капитан. Ну вот, а такими бы делами не занимался, давно б майором стал. Так вы что, к жене захотели? Заплатите человек, он заберет заявление. Да я ему скорее заплачу, чтоб он заявление не забирал. У вас что, там вся семья шутников, что ли, а? Уже нет. Сережа вот у нас больше драматический актер. Ладно, а че, давай рассчитаюсь. Сколько они тебе там должны? Че молчишь-то? Я щас че-нибудь скажу, вы с женой на меня шуток накидаете, а ну мне надо, блин. Так, все, успокойтесь. Блин, мне легче самому заплатить, чтоб вы отсюда свалили всей своей семейкой. О! Давайте, на выход. Анечка. Че ты лыбишься, я уже не в камере. Да я просто вот думаю, вот после всего этого, какой мы себе мальчишник можем закатить. Я тебя сейчас закачу, домой пошел. Пока, Ренатик. До свидания. А ты че? Че, я так понял, вы со мной рассчитаетесь? А у нас че, где-то труба протекает или толкан засорился? Давай, иди отсюда, сантехник. Вот они правильно сказали, ты мент. Перед женой твоей сильно стараться будут. Так а ну сюда, стой, стой. Здравия желаю! Русская дорога – это находить выход из любой ситуации. Пропустил любимое шоу по телеку? Не щелкай клювом, а щелкай пультом. И смотри его на Рутюб в любое время и в любом месте. Давайте перенесемся в современный фитнес-зал. Ну что, мои эротические мысли, мои эротические скакуны, до начала лета осталось совсем немного, поэтому поднажмем. А что, у вас с пьяненькими можно заниматься, а? Так, так, стоп, мои кенгрушечки. Женщина, чем я могу вам помочь? Так, ну можешь малую из школы забрать, в квартире убраться. А я здесь при чем? Ну ты ж помочь хотел. Так, я так понимаю, вы пришли сюда, потому что стесняетесь своего тела? Думаешь, да? Я стесняюсь своего мужа, который моих клиентов на ресничке встречает анекдотом и в трусах. С моим телом чуть посложнее. Ну тогда вы по адресу. А это точно поможет? Просто со стороны выглядит, как будто коты огурца пугаются. Все скептически относятся к этому виду спорта. Вставайте за свободный батут, мы сделаем из вас конфетку. Давай только, чтобы конфетка была, которая нравится не только врачам и учителям, хорошо? Хорошо, занимайте свободный батут, повторяйте за нами. И начали! И раз, два, три, выгоняй все в картошку фри. Раз, два, три, четыре. Раз, два, два. Все, стоп, мои жабоньки. А вы почему с нами не прыгаете? А ты хочешь, чтобы у меня кесарево разошлось? Я так последний раз прыгала, когда в тридцать семь ловила букет невесты. Че ржешь? Дорожка и до меня сломана была. Я не поняла. А ты на беговой дорожке был со штангой? Между прочим, мы завтра на рынок идем. Да помню. Просто со стороны выглядит, как будто коты огурца пугаются. Я уже говорил эту шутку. Блин, Свет, ну это ж я придумал, я тебе рассказал. И как мне теперь здесь зарекомендовать себя здесь, как компанейский весельчак, если ты все мои шутки рассказала? Ой, Игорь, завались. Короче, нам с мужем этот вид спорта не подходит. Вы послушайте, это проще, чем кажется. Вставайте за батуты и повторяйте за нами. Ну что ж, поехали. Работаем до тридцать седьмого пота. Скажите ли ты гудбай? И раз, и два, и три. На своих боковушках сценили лица три. Хоп, хоп. Давай. Давай, Света, ты справишься. Ты до этого в МФС работала, пока все не комбьютизировали. Ты с ВПНом справилась, и с этим справишься. Ты троих родила, и одного для Кирпорова. Светик, мой пульс меня сейчас азбукой Морзо шлет на три буквы. Так что опять случилось? Да, бабушка. Не-не, пока к тебе не собираюсь. Я всем передам привет, хорошо? До свидания, Лидия Павловна. С вами все хорошо? Все-все, отпустила, отпустила. Сейчас, у-у-у, я в шоке просто. Они так прыгают, как будто ковидом не болели. Так, слушайте, если вы не хотите заниматься, вас здесь никто не держит. Ага, у нас через неделю юбилей. Мне надо в это, в шикарное платье в одного припарковаться. И что только я не делала. Мне он даже муж помогал, знаешь как. Давай, 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 левее, левее, левее. На себя, на себя, на себя. Ну, нашего же первенца я же так в роддоме встречал. И, между прочим, врачу помог, ага. Очень занятная история. Ну, вы же могли просто взять и новое платье купить. Могли. Ну, Игорь взял, купил абонемент в зал. Света, тут есть сауна. Любой мужик покупает все, где есть сауна. Даже если она неуместна. Ты думаешь, нам нравятся путаны? Нет. Просто с ними в наборе, как правило, идет сауна. Короче, вы просто срывайте мне тренировку. Давайте, забирайте жену и уходите отсюда. Не, гусар. Я в этих отношениях классическая тряпка. У меня в этом браке свое мнение появляется только, когда я в туалете один на один остаюсь. Давайте разойдемся по-хорошему. Нет уж, самец сама. Давай-ка продолжать. Мне за неделю надо 10 килограмм сбросить. Это невозможно. Кроме тренировок вам нужно поддерживать малоуглеводную диету. Основную часть, конечно, составят всякие там пресные каши. Но это правильное питание. Я вон 14 лет назад, когда учился в институте, съел на вокзале беляш. А перестал отрыгивать им только вчера. Конечно, я выберу правильное питание. То есть ты хочешь сказать, что картошечка, поджаренная на сале, с лучком маринованным, да, и селедочкой, с бородинским хлебушком, поджаренным на сковородочке, и все это шлифуя ледяной водочкой, которая тянется, как изумрудная водичка, это плохой завтрак? АПЛОДИСМЕНТЫ Знаете что, свой дебют для мужской и женской можете дома отрепетировать. А мне нужно проводить тренировку. Давайте уходите отсюда. А что ты орешь? Если бы я хотел, чтобы на меня орали, я бы дома на зеркало чихнул. Чего? Я гипотетический, Свет, гипотетический. Между прочим, я заплатил за наши абонементы 40 тысяч. Сколько? Ты что, обалдел? В Липецке можно было весь род сделать, еще и 35 осталось бы. Мы за эти деньги здесь пропишемся. А я не буду вас тренировать. А ты и не нужен. Еще сами. Давай, давай, Игорь, давай. К станку. Приготовил. Ну, честно сказать, удивили. Короче, Игореша, ты сейчас идешь, забираешь деньги, и мы покупаем мне новое платье. А я? А ты пойдешь в моем старом. Заслужил. Это, усач, вызывай-ка скорую, а? МЧС. Правильно, они хотя бы до скорой нас довезут. А сейчас давайте перенесемся все вместе в самый обычный лес. Смотрим. Антош, ты как? Знаешь что, Лиза? Иди ты в дупло со своими необычными свиданиями. Могли же просто сходить роллов поесть. Ну, роллы это вредно, там сырая рыба. Ну, точно, сырая рыба. А мы всего-то навсего разбились нахрен на воздушном шаре. Вот что ты выберешь, Лиза? Лечиться от пищевого отравления? Или на огромной скорости падать с высоты на воздушном шаре, Лиза? Лепка из глины. Почему нельзя было с этого начать? Это как-то скучно. Ну, точно. Скучно. Веселей же, когда у тебя в 35 лет седых волос больше, чем у Александра Маршала. Антош, я просто хотела романтики. А я просто хочу жить, Лиза. Что ты начинаешь? Были у нас и нормальные свидания. Вот помнишь, в прошлом году ужин на крыше. А у нас почему все свидания, на которых очень сильно возможно умереть? Или что? Думаешь, если называть меня котиком, все, у меня автоматически 9 жизней? Нет, и если избавиться от меня, хочешь, Лиза, просто денег у меня возьми и не отвечай. У меня вот все школьные друзья так сделали. И вообще, почему с нами не полетел человек, который умеет этим управлять? Ну, потому что я не собираюсь доверять свою жизнь кому попало. Лиза, в этом случае я кто попало? Очень сильно кто попало? Между прочим, это ты сам шар выбрал. Я предлагала и другие варианты свиданий. Ну да, банджи-джампинг. Да. На огромной резинке летишь с моста. Круто. И чего я отказался? В итоге все равно банджи-джампинг получился. Лиза, тебе что на земле-то не живется, а? Ты почему от нее в любую сторону сбежать-то пытаешься? Это хорошо у нас ипотека не закрыта. Я заметил, но таких людей Бог как-то вон по-особому бережет. А ну да успокойся ты. Воздушные шары это сейчас очень популярно. На них все летают. Кто все? Ну кто все-то, Лиза? Из всех моих знакомых на воздушном шаре летали только комарики. И там ни хрена себе повод был. Муха-самовар дела. Не годовщина поцелуя, а муха-самовар. Давай, может, следующее свидание сразу в костре проведем. Я в него лягу, а ты будешь рядом стоять и показывать, какие ты сережки на Валберес выбрала. Ну что ты начинаешь, а? Ну были у нас и крутые свидания. Помнишь в прошлом году конная прогулка? Конечно помню. Меня тогда лошадь укусила. Тебя хоть раз кто-нибудь кусал, то весит в два раза больше тебя. Ты? Рот закрой, Лиза. А что ты на меня срываешься, а? Между прочим, это ты не справился с управлением. А ты чего вообще взяла, что я должен справиться-то? Этим транспортным средством управляю с помощью огня. Я куда нас должен был доставить? В Вальгалу! Охренеть вы далеко улетели, я запарился за вами бежать. Бежать? Ну да. Мне сказали, если я вас не найду, с меня стоимость воздушного шара спишут. Они еще что-то говорили, но я уже втопил. Потому что я в душе не представляю, сколько воздушный шар стоить может. Вообще ни одной догадки. Миллиард? Первенец? Я вообще не представляю, в какой ценовой категории. Нет, вот ваш воздушный шар. Спасибо, классно полетали. Пойдем, Лиза. Так, вы что натворили? Вы чего? А что вы такой переломанный? Как будто он у Киану Ривса собаку убил. Да, все с ним, ну, нормально. Прилег, отдыхает. Пойдем, пойдем. Так, стоять. Так, стоять. Я неделю работаю. С меня же за это не то, что из зарплаты. С меня за это из почки вычтут. Ну что? Да, блин. Ну, так, давайте так. Давай. Вообще-то, все ваши транспортные средства должны быть застрахованы. Да. Так и где мне застрахует воздушный шар? В детском магазине? Вы даете в аренду транспортное средство, воздушный шар, а он не застрахован. А вдруг у вас его угонят? Угонят? Кто его угонит? У меня есть вариантов. Это Незнайка Катя Лелли или Зигзаг Матляк. Угонят. Ну да. А может, это вы виноваты, а? Между прочим, надо предупреждать, да, что шар может упасть. На сигаретах же пишут парадонтоз. И тут надо было написать, если что, вы умрете. Мы, может, и не полетели бы. А может, не надо было без инструктора лететь, а? Это вот этот инструктор, от которого алкоголем несет, да? Не надо обвинять человека. Он по девять часов в небе. А из страховки у него только крестик. А ну стоять! Стоять! Хрен вам, а не наш русский лес! Мужик, 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 ты что творишь-то? А, я думал, опять лес воруют. Они уже совсем обнаглели. Все с корнем хотят выдрать. Я один раз уснул, так они мне шестерку вырвали. А вы кто такой вообще? Вы типа там стояли у кого-то, ворон отпугивали и потом надоело пошли погулять или что? Да нет, я лесник. Я за лесом слежу. А вам в лесу не выжить, да? Вы вам даже палатку неправильно поставили. А где вообще учат на лесника? Да нигде. Меня в детстве родители сюда привели и сказали, все, теперь ты лесник. И путанно домой ушли, чтоб я по следам не вернулся. А мы, кстати, где находимся? Нам бы сейчас в город вернуться. О, ребята, вы вообще далеко от города. Тут собаки такие огромные, страшные, с зубами такие серые. Так это волки. Серьезно? А я им клички дал. Эти, комбинезоны сшил. А я еще и думаю, что у них игры такие дурацкие, как будто сожрать меня хотят, а? А в какую сторону нам хотя бы идти? Не, вы отсюда не выберетесь. Я тоже первые 15 лет пытался. А потом мне птицы сказали, мужик, да ты что, оставайся, мы уже к тебе привыкли. Птицы? Птицы. Ты же их только первые 14 лет не понимаешь. А потом такой, в смысле, что не здороваешь? А, это с Матильдой. Ну, вы, в принципе, похожи. Ладно, что, пойду я. А то, как говорится, собаку серую в комбинезоне синим с зубами огромными ноги кормят. Вообще-то волка ноги кормят. А тут еще и волки-то, что ж за день такой, ля? Ты что такое вообще? Давайте выбираться отсюда. Показывай, откуда ты бежал. А, я не знаю, я за шаром бежал. Я, когда шара в небе нет, я не ориентируюсь. Это мой! Это мой! Ха-ха-ха, выжил! Прикрушение от Игоря Шандроид фигня! Так, сейчас посмотрю, где он. А, вот там город! Ну, пошли. Подождите, давайте я просто из сигнальной ракеты выстрелю и нас заберу. А за нами что, на вертолете прилетят? Нет, другой воздушный шар. Да я лучше с лесняком останусь в комбинезоне шить, чем еще раз на этой фигне полечу. Пошли! В обычной московской квартире. АПЛОДИСМЕНТЫ Вань, да как меня гости-то твои достали, а? Они же сказали, что погостят у нас два дня. Как это все в два месяца-то превратилось? Дорогая, ну перестань, ну может у них проблемы, может у них дела. Может они город хотят получше посмотреть, узнать. И все это по второму кругу. Поэтому так долго. А может они лучше узнают принцип действия замка? И что если дверь в туалете закрыта, ее не надо вот так вот с ноги выбивать? Ну ты же знаешь, они из деревни. Они даже к Wi-Fi ротору обращаются. Рогатенький, дай еще чуть-чуть, пожалуйста. Ой, все, Вань, короче, у меня эти гости уже вот здесь. Я в какую комнату не зайду, они там переодеваются. А жена его с этими домашними закрутками меня уже просто задолбала. Она ж все в нашей квартире закатала. У меня ж ни одной вазы свободной не осталось. Слушай, ну отчасти я с тобой согласен. Вань, отчасти? Да они своими запахами наш диффузор просто в нокаут отправили. Да, это да. Они же все вонюче готовят, да? А я как с подружками не встречусь, они такие, от кого так луком пахнет? А это от меня. Да хрен с ними. Мы из дома выйти не можем, потому что их одних оставить нельзя. Помнишь, мы один раз вернулись, а они уже экстрасенса вызвали. Видите ли, их испугал голос из умной колонки. А? Сюрприз! Туки-туки-туки-туки-туки! Здрасте. А мы к вам с тортиком. Прикиньте, он с колбасой. Это пицца называется. Ну не знаю, я все равно ложечкой кушать буду. Лиз, я твою шубу возьму, можно? Ну вообще-то лучше спрашивать до, потому что если что, я против. Да расслабься, если б не твоя шуба, у нас бы пюре теплым по четыре дня не стояло. Ребята, я понимаю, мы, возможно, доставили вам некоторые неудобства, но мы вам благодарны и хотим сделать вам подарок. Новый ёршик? А то старый же больше на палку похож, чем на ёршик. Ребят, мы дарим вам машину! Так, подождите, а откуда у вас деньги на машину? Я же тебе рассказывал, у меня своя ферма, а у нас в деревне нет ни торговых центров, ни кофейн, нам тупо некуда там деньги тратить. Вы же на нас фермеров не смотрите, мы можем всю жизнь в рваной одежде ходить, алкоголь мутный пить. У нас пятки могут быть похожи на дно высохшего озера. Ну вот что-что, а деньги у нас всегда есть. Да вообще, мы так подумали, вы к нам так по-доброму отнеслись, со всей душой. Мы решили, что к вам так же нужно отнестись. Мы на самом деле рады, что вы с нами живёте. Живите сколько хотите. Если сколько хотите, в вашем понимании, ещё максимум одна неделя. Да. Ну слушайте, на самом деле мы сомневались, но раз нам комфортно вместе, то официально заявляю, мы со Светой покупаем соседнюю квартиру. Мы теперь с соседней политичной площадки и каждый ужин будем вместе. И жарить картошечку с луком. С лучком. А можно ключики от машины? Да, конечно, конечно. Вот они, да. Машинка такая. Вы чё, твари, совсем офигели что ли, а? Купили квартиру напротив, чтобы что? Чтобы я ваши рожи каждый день до конца жизни видела, да? Лиз, ну я от тебя такого не ожидал. Если б не я, у тебя в доме вообще бы никто не убирался. У тебя пыль даже под плинтусом есть. А ты не думала, что пыль под плинтусом это нормально? Ненормально, что ты плинтус отодрала, чтобы оттуда пыль достать. Да. Так, Света, пойдём. Чё с ними ругаться? Сразу видно, с новыми соседями не повезло. Блин, тридцатый раз одно и то же. Угу. Шубу-то оставь. Да на. Ну всё. Да, войдите. Соседи, есть соль? А я как-то думала, мы в ссоре. А мы что, разве ругались? Все же живы, а? Я просто думала, мы не общаемся. Да, у нас в деревне всё капитально. Если ссоримся, то капитально, да по ножовщины. Если веселимся, то капитально, пока листва не пожелтеет. Кстати, это, чё за шоу? Мы там капитально накатили и капитально собираемся веселиться. Вы капитально с нами? Да, мы с вами. Только капитально. 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 Торт возьмём. АПЛОДИСМЕНТЫ Обычный день в мэрии города Бледногорска. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, да. Что? Три цифры с оборота карты сказать? Ага. Ну, мошенники совсем обленились уже. Хоть бы здрасте сказали, я не знаю там. Службой безопасности банка представились. А то в цвет сразу. Алло, скажите, три цифры с оборота карты. Так это не работает, вы чё? А, вы ж не моя жена, вот она мошенник от Бога. Да, в девятом классе попросила портфель донести. Хренак с клейкой, я теперь всю зарплату каждый месяц отдаю. А? А, учитесь. До свидания. Давайте, а. Егорыч, ты где там? АПЛОДИСМЕНТЫ Вызывал, господин мэр? Чё ты там делал, а? Опять мук считал? Я ж тебе говорю, если больше их трёх комнат, это по счёту не подаётся. Они же перемешиваются постоянно. Нет. Вот пришли документы. Чё это? А? Что это за детские прописи? А? С очень маленькими цифрами. Как будто кто-то до трёх только считать умеет. Вот, два, три, один, два. Что это? Что это? Это отчёт о доходах нашего города. Чего? Это наши доходы? Два рубля? Чего? Ты чё, хочешь сказать, что нашему городу не хватает на чупа-чупс? А предприятия наши чё, доходов не приносят? В рамках импортозамещения мы шо, он этот, пиво варили. Оказывается, никому не нравится наше варёное пиво. Оно горячее и беспонтовое. Даже с вареньем? Даже с вареньем. С вареньем ещё хуже. Блин, а? А молочкой мы хотели заняться? Молоко в банках, сыр, творог там. Сырки глазированные производить, а? Да у нас в роддоме всего две роженицы. Они сказали, с такими объёмами не справятся. Да и что делать теперь тогда, а? Здравия желаю. Фух, заманался, блин. Сейчас кафе-драка была. Вот. Ну, мы приехали, начали узнавать, в чём дело. Ну, там, короче, и те правые, и те, по сути, правые. Ну, мы всем отделением поделились поровну. Одни за тех, другие за этих. И просто драка больше стала. Погоди ты, какая драка? У нас же город маленький, все друг друга знают. Там кого-то толкнёшь, потом эту пломбу хрен сделают. Больше не поешь никогда. Поэтому все на всякий случай ходят дружные. Нет? Да там не местные, туристы, ёмана, приехали смотреть нашу достопримечательность. В 16 веке через нас же Кирилл и Мефодий проезжали. Они ж, глядя на наш город, придумали букву Ф и У. Ну, вряд ли там Уф было, да? Вряд ли там было Уф, Вася, чё за город? Не было ж так. Ну, вот как раз-таки из-за разногласий, в каком порядке были придуманы буквы, драка и началась. Подожди, так это же идея, а? Вот так можно доходы города повысить. Туристы, ты чё? У нас же Бледногорск, отличный город, чем не курорт, а? Вон у нас красивый пруд в центре города есть. Так он же очень маленький. Там если хотя бы три утки плавают, то это со стороны не пруд, а просто три утки. Там, чтобы пруд разглядеть, нужно, чтобы хоть одна взлетела. Главное не размер, а умение пользоваться. Ну, в данном случае прудом. А парк? Парк у нас какой? Деревья, животные. Помните, даже из зоопарка этот мохнатый сбежал, он в парк убежал и живёт там до сих пор. Помните, как его этот? Сторож, Евгений. О! Сторож. Подожди, а набережная у нас какая? Асфальтированная, длинная, красивая. С фонариками, с лампочками, там ресторанчики. Единственное, надо, чтобы река там появилась как-то. Желательно прям там, перед набережной. А то, чё это, пока набережная посреди города и всё. Да не приедет к нам никто. У нас даже гостиницы нет. Так вот же у нас, вон, возле детского садика, шикарная территория есть. Там и построим гостиницу. А людей, где мы будем хоронить? Ну чё, мы другое место для кладбища не найдём, а? Кстати, почему у нас рядом с кладбищем детский сад? Мы этот вопрос много раз обсуждали, чтобы у детей были конфеты. Подожди, дядь Паш. Что у нас с преступностью в городе, а? Всё очень хорошо. Так это же не очень хорошо, когда у нас с преступностью хорошо. Это ж не хорошо. Ну, в смысле мы боремся? Вы поймали этого сексуального маньяка, Винни-Пуха который? Винни-Пуха? Ну да, который по парку в красной маечке ходил и всё, только в ней, и всё. Со своим другом Пятачком, который вообще голый с ружьём. Всё, не будет их больше. Точно? Да точно, точно. Мы с тестем больше так напиваться не будем. Просто это варёное пиво так в бошку даёт. Оно ж ещё и горячее. Фу, хватит. Всё, больницу сдали. Чё, достроили? Наконец-то, а? Не, заколебались, больше не хотим. Мы её сдали как немцам. Пусть теперь кто-нибудь другой с ней колупается. Ну а чё, будет больница, три с половиной этажа. Первая больница кабриолет. Можно операции на свежем воздухе делать. Только кабинет стоматолога там не советую делать, а то кому-нибудь в открытый рот голубь накакает. Так какой надоело, быстро идите достраивайте. Нам ещё аэропорт нужен для туристов. И дорогу надо починить. А то у нас в дорогах такие дырки, чтобы после дождя рыба заводится. Я вчера на перекрёстке вот такеного карася задавил. Ивета, добавьте вы на светофоре это несколько секунд, ну к зелёному. У бабушки, ну как бы это ни звучало, не успевают переплывать дорогу. Ну, чуть-чуть докрутите там. Ну, господин мэр, ну не поедет к нам никто, у нас же смотреть нечего вообще. Ну, был бы у нас, я не знаю, там хотя бы музей Пушкина, или пирамиды, или хотя бы жарко. Или как в Таиланде эти мужики в ёбках называются? Пьяницы. Да нет. Они как-то обидно называются. Ты гола, что у нас в городе пьяница, это уже даже не обидно. Да мы же, ну, обычный небольшой русский городок, ну чё у нас смотреть-то? А вот знаете, а вот я сейчас подумал, я бы, наверное, с удовольствием съездил в такой город, в котором больница в три с половиной этажа. Те ямы с карасями. А посреди города набережная без реки, по которой гуляет один голый с ружьём, а второй голый с майкой. Так, в каждом же русском городе есть такая изюминка. Ну тогда давайте пирамиды строить. Возможно, в Египте к пирамидам как-то так и пришли. В общем, что мы хотели сказать этим концертам? Русская дорога – это не просто платная трасса, соединяющая Москву и города, которые за неё платят. Это наш с вами особенный путь. Ну, например, не клеить обои за шкафом, потому что, а смысл, там всё равно не видно. Это русская дорога. Кстати, вот дышать в трубочку гаишнику на вдохе. Типа, часа могу ехать. Это тоже русская дорога. Работать прокурором и любить все песни группы «Воровайки» – это русская дорога. Я понял. Старый Новый год – это русская дорога. Почему? Ну, потому что что-то старое сделать новым, а потом ещё праздновать это событие – это прям по-русски. А ещё русская дорога – это делать не так, как тебе надо, а как жена сказала. Встречайте, любимая группа моей жены – Филатов и Керас! День пришёл и уходит ночь, как мечты твоих. Улетают прочь, как надежды, тают на ветру к утру. Тает лёд, и трава взойдёт, пожелтеет всё. И опять сойдёт стаи птиц шельных, проносится мимо. Всё это мимо, 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 мимо меня. И день за днём я вижу, как на небе тает заря. Всё пролетает мимо, 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 мимо меня. Мимо меня. Всё это мимо, 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 мимо меня. И день за днём я вижу, как на небе тает заря. Всё это пролетает мимо, мимо, мимо меня. Прошу, замедлите время. Всё это мимо, 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 мимо меня. И запуск, и не реки, страны, города и моря. Всё это пролетает мимо, мимо, мимо меня. Молю, замедлите время. Ничего не вернуть назад, некрасивый жест и случайный взгляд, только заново начать, что тоже не вечно. Сколько мимо людей прошло, с кем-то не судьба, с кем-то повезло, сотни тысяч раз и только один шанс. Все это мимо, 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 мимо меня, и день за днем я вижу, как на небе тает заря, все пролетает мимо, 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 мимо меня, мимо меня. Все это мимо, 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 мимо меня, и день за днем я вижу, как на небе тает заря, все это пролетает мимо, мимо, мимо меня, прошу, замедлите время. Все это мимо, 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 мимо меня, и за пустыни, реки, страны, города и моря, все это пролетает мимо, мимо, мимо меня. Молю, замедлите время. Замедлите время. Замедлите время. Спасибо большое! Группа «Филатов и Кэрос», шоу «Русская дорога». Увидимся, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова